МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорт – это игра, которая объединяет людей всех национальностей и на футбольном поле, и за его пределами. Футбол – это самый публичный и доступный вид спорта. Я раньше играл в волейбол. В волейбол необходимо иметь некоторые навыки и очень долгая тренировка. А футбол – он более популярный, более массовый, более народный вид спорта. Также 12 июня на площадке ДГТУ прошел региональный форум по тематике межэтнических отношений «Россия. Время побеждать». Главная тема – укрепление общероссийской гражданской идентичности. Общегосударственный праздник, праздник нашей страны, самый важный, ключевой. Поэтому не случайно сегодня мы все вместе. Не по принципу отдельных национальностей, а по принципу межнационального. В программе форума – заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области. В центре обсуждения – инициатива депутатов ЗАГСобрания, принятия законопроекта о профессиональных праздниках. Один из них – День дружбы народов Дона – предлагают отмечать 2 ноября. Более 150 народов и национальностей населяют наш Донской край. И живем в мире добрососедствия, это очень здорово. Традиционно сложилось так, что в ноябре, в начале ноября каждого года, вот уже несколько лет подряд, мы проводим фестиваль, посвященный дружбе народов Дона. Ну, мне кажется, это было бы здорово и логично этот день отметить и в календаре праздничных дат. Дружба народов Дона – лимотив городского праздника в Левобережном парке. На сцене русские, казачьи, еврейские, кавказские и другие танцы народов региона. Вместе с артистами поздравил гостей концерта губернатор Ростовской области Василий Голубев. Мы вместе будем строить новую Россию, Россию будущего для наших поколений молодых. Дорогие ростовчане, жители Ростовской области, поздравляю вас с праздником Днем России. Ура! День России – повод для установления рекордов. Молодежь Ростова развернула самый большой триколор в стране. 220 метров в длину и 4,5 метра в ширину. Желающих прикоснуться к рекорду немало. Славься, Отечество! Наши свободы! Мы вместе покажем, как мы любим свою страну. Но это только 12 июня. А завтра, послезавтра каждый из нас будет работать на своем месте, чтобы страна становилась еще сильнее. Еще больше молодых ребят праздновали день рождения своей страны 12 июня. На городской праздник пришли больше пяти тысяч ростовчан и гостей Донской столицы. В Левобережном парке работали десятки тематических площадок, выставки прикладного искусства и народного творчества, тематическая детская программа с аниматорами и ростовыми куклами, зона технического творчества школьников. Завершился праздник лазерным шоу на воде. Городской пресс-центр Чемпионата мира по футболу открыл свои двери в Ростове. Это пресс-дом для тех СМИ, которые не смогут работать на стадионе, но будут освещать Мундиаль. Здесь журналисты могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами. Есть зоны для делового общения и отдыха. Думаю, что здесь, встречаясь с коллегами, посещая экскурсии, общаясь с интересными спикерами, которые запланированы для вас, вы, очевидно, пополните свой профессиональный багаж. Еще одна задача пресс-центра – презентация возможностей Ростовской области. Представляют стенд дополненной реальности зрения 2.0, робота-художника и виртуальную студию. Готовы напоить чаем с донскими травами. А творческие коллективы встречают гостей с истинно казачьим колоритом. Такие пресс-центры открылись во всех 11 городах-организаторах чемпионата. Заявки на работу в них уже сейчас подали более 9 тысяч представителей отечественных и зарубежных СМИ. В первом брифинге на новой площадке в Ростове поучаствовал донской губернатор Василий Голубев. Конечно же, все вопросы о предстоящем чемпионате и его наследии. Территория возле Ростов-Арены, а также аэропорта Платов обязательно будет развиваться и дальше, уверен глава региона. А сама зона вокруг этого места, она должна, как сегодня, магнитом притягивать людей, а значит там должны быть соответствующие условия для велосипедистов, для тех, кто просто гуляет, для тех, кто приходит в парк. Все, что создает условия для хорошего самочувствия, там должно быть и появляться, и в будущем в том числе. Часть проекта будущего и масштабная реконструкция улицы Станиславского. Она продолжится и после чемпионата. При этом в районе Центрального рынка движение должны открыть уже 14 июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова